Знаете, есть у меня такая привычка время от времени фотографировать сцены в магазинах. Вот, например, весна 2019-го. Пачка риса Valdo в магазине Maxima. 80 центов за полкило, евро 60 за килограмм. А вот тот же рис в том же магазине, только фотография вчерашняя. Евро 85 за полкило, или 3.70 за килограмм. Это вообще когда-нибудь кончится? Кончится, кончится. Правящая коалиция вслух заговорила о картеле на розничном рынке и пугает торговцев жесткими мерами, вплоть до регулирования наценок. А что, так можно было? А вот давайте и узнаем. Это программа Кейс. Меня зовут Алексей Дунда. Сегодня говорим о ценах на продукты. Кстати, напишите в комментариях цены на какой продукт вас возмущают больше всего. Меня лично цены на сливочное масло выводит из себя. Вот по скидкам я его все время брал. И как сейчас помню, как эти цены по скидкам менялись. Евро 19, евро 49, евро 69. А теперь, если за 2.19 нашел, то считай повезло. Но вообще инфляция это нормально. Цены, если экономика здоровая, растут. Но вопрос только, как быстро? И последние 5 лет были в этом плане ненормальными. Сначала ковид, разрыв цепочек поставок, ажиотажный спрос, вертолетные деньги. Потом война в Украине, неимоверные цены на энергоносители, поиски новых поставщиков и другие проблемы. Все это привело к высокому уровню инфляции практически во всем мире и в Латвии тоже. Вот что говорят покупатели у одного из рижских магазинов. В среднем, если я захожу в магазин, ну, 15 евро я оставляю, это минимум. Обязательно. Ну, то есть там самое основное, наверное, плетнул? Ну, конечно, да. Если основное берешь. Если больше, то и 20, и 25 бывает, когда как. Ну, стало больше, оставлять стало больше, конечно. То, что нам пенсию добавили, конечно. Все и оставили. И так. Берешь, видишь, что разница есть в цене по сравнению, даже не обязательно два года назад, месяц назад. Каждый день все дороже. Пачка масла – 3 евро. Раньше было евро с копейками. Каждый день дороже. Вот за это заплатило 15-16 евро. Вот за то, что внутри. А там мяса нет. Только капуста, молоко, сыр. Что там еще? 25-30 евро. Но это только на основное уходило. На основное, да, там. Раньше хрень я мог не в день тратить, а хрень, а в неделю 20 евро. То же самое. Купить, как и в анекдоте. Чем я старею, чем я становлюсь сильнее. А почему? Сейчас, как говорится, магазин составил 50 евро. И налегке лечу. Ну, как бы семья, знаете, когда идешь, покупаешь. Они не на один раз покушают. Ну, на три дня, на два. То есть, когда готовишь мясо в основном, да. Мясные продукты, конечно, сразу денег уходят, да. Ну, все вместе, где-то 50 евро. Это, ну, так. Ну, так. Тоже это, скажем, не так, что я все там фруктов набрала, море, да. Ну, так вот, средняя цена 50 евро, да. Ну, на многие продукты, наверное, цены выросли сейчас. Ну, на арбузы, в том числе, вот летом, когда были, да. То есть, в прошлом году, где-то, по-моему, там, там, самая низкая цена была 29, наверное, 30 центов было, да. В этом году, там, скажем, меньше 60, все же нет, да. То есть, а это вес, это, ну, 10 килограмм, да, арбузы, все это. Ну, то есть, ну, и молочные продукты, и хлеб, конечно же, да. Хлеб, конечно, на хлеб очень сильно выросли цены. И масло, и хлеб, и овощи. Да все подорожало. Но это не просто ощущение людей. Центральное статистическое управление ведет подсчеты уровня цен. Вот, что касается продуктов питания. Никаких излишеств. Основная корзина. Смотрите, как выросли цены за 10 лет. Капуста – 154%. Картофель – 125%. Морковь – 116%. Рис – 110%. Гречка – 102%. Масло – 100%. То есть, все это подорожало за 10 лет в 2 и более раз. Теперь то, что подорожало на 50-100%. Оглашаю список. Паприка – 98%, лук – 97%, майонез – 95%, сметана – 94%, белый хлеб – 90%, шпроты – 90%, яйца – 81%, ржаной хлеб – 77%, сосиски – 74%, огурцы – помидоры – 73%, пельмени – 71%, творог – 67%, макароны – 65%, сыр – 58%, яблоки – 57%, плавленый сыр – 56%. Ну, а остальное, считайте, выросло по мелочам. Больше всех повезло любителям бананов. Они за 10 лет подорожали всего на 14%. Так что, кто знает, может скоро картошку нам бананы и заменят. Даже бывшие министры стали обращать внимание на ценники. Вот какую историю опубликовал бывший министр сообщения Талис Линкайц. Поздравляю, преступление раскрыто. Оказалось, что заметили и действующие политики. Все началось с заявления главы фракции «Единство» Эдмунда Юревица. В моем понимании, в Латвии очевидны признаки картеля. Мы видим, что цены на продукты несоразмерно высоки. Это не просто спонтанное выступление. У коалиции, как говорили классики, есть какая-то стратегия, и она ее будет придерживаться. Министерство экономики буквально через день выступило с пятью предложениями по регулированию рынка розничной торговли продовольствием. Вот они. Потолок цен на ежедневную продуктовую корзину. Определение нижней цены в каждой категории товаров. Создание цифрового инструмента для сравнения цен. Запрет на уничтожение нераспроданного продовольствия. И пятое. Запрет на чрезмерно долгие скидки на продовольствие. За разъяснениями отправился к министру экономики. Вот что рассказал Виктор Валойнис. То, что происходит с ценами на продукты, мы все давно видели. Почему правительская коалиция именно сейчас решила взяться за этот вопрос? Чтобы подготовиться к этому процессу, мы даже изменили структуру министерства. Чтобы били люди, которые способны с этим вопросом работать. И, конечно, сегодня мы вышли, потому что мы на данный момент уже готовы с предложением. Это не только идея. Это неправильно думать, что у нас есть только идея, что надо что-то делать. У нас уже есть предложение. А то, что мы будем предлагать, чтобы улучшить эту ситуацию. Уже от правительства для институции мы дали решение, что им надо разрабатывать предложение уже в апреле. И на данный момент мы уже готовы. У нас первые предложения уже есть. И мы уже в месяц ноября будем предлагать первые уже решения, чтобы улучшить эту ситуацию. Я про эти пять ваших предложений, которые были озвучены по снижению цен. Значит, первое предложение – определение потолка наценки на определенную корзину продуктов. Ну, вам это не напоминает немножечко Советский Союз и социалистические страны, где, в общем, есть государственные магазины, где все продается по государственным ценам? Нет, нет, нет. Это совсем не то. Это на какое-то время, пока не будет решено вопрос на такие уже долгосрочные предложения. Мы видим, конечно, мы не хотим идти ту дорогу, которую сделала Унгария. Мы смотрим другие виды, но то, что мы видим, Латвия – одна из редких стран, которая это не сделала. Очень многие европейские страны в какой-то момент это делают. У нас на данный момент есть евроцентральный банк, который делает процентные ставки. Они влияют на всех, полностью на всех людей, если даже у них нет кредитов. По-любому это влияет на них. И на данный момент люди, которым есть малые заплаты, они это чувствуют очень сильно. Эти расходы, которые есть на молоко или на хлеб, сколько стоят. И как выросли цены. Мы считаем, что первые ступки надо делать как можно быстрее, чтобы снизить как минимум для примарных продуктов эту цену сразу. И потом уже работать, чтобы сделать такие уже долгосрочные предложения. И мы не предлагаем ничего такого, который уже не работает в какой-то евросоюзной стране. У нас был список более чем 10 странов. Мы взяли 10 стран, посмотрели, есть ли нет что-то у них. У всех есть, у Латвии нет никакие. У Латвии все делается как бы... Мы считаем, что сам рынок все сделает и все будет очень хорошо. Но мы видим, что это не так. Мы видим, что мы работаем, чтобы поддержать местных производителей. Мы вкладываем в них развитие. Они сокращают свои расходы для производства. Они предлагают для магазина свой продукт дешевле. А в магазине он уже даже дороже. Если он перед инвестицией продавал его за евро, то после инвестиций он уже продавает этот самый продукт за 80 центов. А в магазине до этого было 2 евро, потом уже 2,10. Что-то не работает. Мы смотрим, например, цены на энергоресурсов. Но можно посмотреть, как это меняется. Вот есть продукты. Война в России, война в Украине началась. Продукты пошли наверх. Все пошло наверх. Все говорили, продукты пошли наверх, потому что энергоресурсы пошли наверх. Что мы видим сегодня? Сегодня энергоресурсы дешевле уже стоят, чем они били перед войной. Мы можем посмотреть, как... Можем говорить, окей, зарплата. Зарплата тоже. Если мы смотрим на магазинах, они сокращают рабочих на данный момент. Там 10, даже на 15% сокращают рабочую силу. Мы будем кассы новые ставить, где уже человека не надо. Люди их пользуют. Говорят, это тоже не аргумент. Цены все-таки остаются очень высокие. Мы видели, что есть разные отношения к иностранным продуктам и нашим продуктам. Если иностранный продукт поставляет 50% на иностранного продукта, на нашего продукта, ставит 150%. И даже на всякие стоимости поставят, на логистику и так далее. Для иностранного нет, а для нашего поставят. Это нельзя такого бить. И если мы смотрим, как это контролировать потом, тогда тоже у нас самые низкие ставки на штрафы. Если даже магазин что-то нарушает, штраф такой, что может быть даже выгодно заплатить штраф и делать бизнес дальше. И если кто-то словит, тогда вот было на Польше только что. Буквально месяц назад, что Польше для торговца поставили штраф больше 100 миллионов евро. В Латвии такое невозможно. Ставка максимальная такова, что пару миллионов можно поставить. Но ничего больше, если даже в магазине что-то нарушает. Я хочу уточнить про корзину этих продуктов. Сколько в этой корзине может быть продуктов? Это мы будем дискатировать с самим предпринимателем. Это еще вопрос открытый. Но у нас, конечно, уже есть базовое предложение. Но это предложение мы сперва будем обговорить с торговцами и с другими министерствами здравоохранения. И обсудим это. Но это еще не решен вопрос. А вам, как министру экономики, не кажется, что вы боретесь с симптомами на самом деле? А главный диагноз заключается в том, что у нас всего две очень крупные, мощные торговые сети. И остальные конкуренты просто не могут с ними тягаться. Ну, конечно, мы это очень хорошо понимаем. Потому что мы будем делать и новые предложения о том, что такое демонеризм, что такое монопол. Такое демонерущее положение. Да, да, да. И у нас будет новая позиция. Это, ну, как бы, сейчас на данный момент контролирование над этими магазинами, ну, они, как бы, там нет монопола. И мы думаем сделать новую позицию экономически важной, которая даст нам возможность и у них тоже сделать новые условия, чтобы их как можно крепче контролировать, чтобы там началась реальная конкуренция. На данный момент там, конечно, я слышал о том, что там говорят, что там картели, что-то такое. Там нету и не надо картеля. Там есть проблемы в самом концепте. Есть проблемы, потому что там просто, на мое мнение, нету этой конкуренции. И не надо там делать никаких картелей, системы такова, что там просто нету конкуренции. Там ты можешь ставить любую цену над продуктами, и житель будет, должен идти в этот магазин и покупать за эту цену, которую ты там поставил. Ну, а если мы так на бумаге смотрим, ну, в принципе, ну, как есть один магазин, другой магазин, в принципе, человек может выбрать. Но в реальной жизни это так не работает, и там есть проблемы. И то, что Лидл зашел, это, конечно, очень хорошо помогает, но не дало то решение, которое мы ожидали. Они тоже как бы выравнивались в том же уровне. И, ну, надо с помощью закона, надо изменить эту ситуацию, чтобы там началась реальная конкуренция между этими магазинами. И тут важно остановиться и кое-что объяснить. Первое. Картель – это когда предприниматели договариваются между собой о ценах на товары и услуги. И это действительно экономическое преступление, за которое предусмотрено наказание. Следит за тем, чтобы картели у нас не появлялись, совет по конкуренции. На рынке розничной торговли картеля нет. Однозначно заявляет глава совета Юрис Гайкис. Совет по конкуренции провел множество мероприятий по надзору рынка в данных направлениях в розничной торговле, включая надзор за этими большими торговцами, исследовали договоры между торговцами и поставщиками. Однозначно могу сказать, что у нас в распоряжении нет информации о существовании картеля. Но вот что мы видим, так это то, что в своей работе торговцы анализируют цены конкурентов, которые доступны публично и в интернете, и на полках. Там очень большая аналитическая служба работает, которая изучает и экспериментирует с поведением потребителей, устанавливая эти цены. Мы видим, что цены иногда взлетают, когда никто не покупает, ищут замену. Такая аналитика работает со стороны торговцев. Мы еще в прошлом году призывали и Министерство экономики, и Министерство земледелия обратить на это внимание, поскольку видели, что существуют возможные проблемы с установкой цен как таковыми. Что означает проблема с установкой цен? С установкой этих чрезмерно высоких цен и экспериментированием над потребителями. Торговцы, устанавливая цену, наблюдают, продолжит ли потребитель покупать у него или начнет искать альтернативные варианты. И, учитывая бездействие потребителей, наблюдения таковы, что цены растут, возможно, необоснованно. А что значит бездействие потребителя? Покупает несмотря ни на что? Да, не ищут варианты в других местах, не проводят исследований рынка, где можно купить дешевле, а слепо полагаются на одного или другого своего уважаемого торговца. И просто принимают за факт то, что все стало дороже. И в том числе за продовольствие. Хотя мы видим, что цены на электричество, топливо и другое сырье все же упали. И больше не на таком уровне, когда они были в начале роста инфляции. Но, к сожалению, конечный потребитель этого не чувствует. Вообще, у европейских стран разные подходы к влиянию на цены на продовольствие. Чаще всего они используют льготные ставки НДС. У нас такая тоже есть на характерные для Латвии овощи и фрукты. Правда, раньше ставка НДС была 5%, а теперь 12%. В прошлом году власти Франции договорились с крупнейшими торговцами о так называемом антиинфляционном квартале. Торговцы на 3 месяца снизили цены на определенную корзину продуктов. А вот Венгрия в 2022 году установила предельные цены на ряд продуктов питания. В 2023 году Венгры вместо предельных цен ввели обязательные скидки на продукты. Но ритейлер Спар эту меру правительства Венгрии оспорил в суде Европейского Союза. И торговцы победили. Суд постановил, что меры хоть и были приняты для борьбы с инфляцией, но были непропорциональными. Ну а что думают простые юридические покупатели? Сможет правительство обустать торговцев и избить цены тем или иным способом? Все, что они придумывают, повышение, повышение, все это так и остается, никогда не идет на понижение. Такого никогда не было. Но если есть желание у правительства, конечно, все возможно. Это, наверное, может быть и повлияет существенно на тех, кто имеет действительно очень мало в кармане. Кто хоть немножко имеет какую-то сумму и может, он все равно не будет брать вот этот минимальный товар по минимальной цене. Потому что он наверняка будет, ну не самый лучший, если честно. Так что введут, не введут. Когда введут, тогда будем думать. Вернее, будем видеть, на что ввели. Вот тогда задайте вопрос, я вам отвечу. Я думаю, что подобного рода монополию на цены привести это нереально. Потому что у нас слишком маленькая конкуренция. То есть если бы у нас было бы, допустим, 10 таких разных центров, Риме, Максимум, многие другие, тогда бы еще можно было как-то на них надавливать. А так между ними присутствует как бы устный сговор по ценам. И, соответственно, они не заинтересованы снижать, потому что это их прибыль и кто будет отказываться от нее. То есть вы думаете, что все-таки сговор есть, да? Разумеется, он присутствует. Это же, ну, как вам сказать, это политика, это, как говорится, бизнес, ничего личного. И государство ничего не сделает. Конечно, оно делает для того, чтобы, ну, как-то можете себе какие-то политические рейтинги поднять, да? То есть как бы как-то пользоваться теми словами. Ну, разумеется, да, да, это политика. А так это никакого существенного влияния на цены не будет. Ну, а что думают сами торговцы об инициативах Министерства экономики? Конечно, они не рады и говорят, нечего на витрины пенять, если у самих бюрократия кривая. Норрис Крузит из глава Латвийской ассоциации торговцев продовольствия. Их трудно комментировать. Идея что-то регулировать фундаментально неправильная. И это доказывает опыт многих стран, которые что-то в этом роде пробовали. Но мы не знаем деталей. И там много предложений. Четыре, пять. О многих можно дискутировать. Но конкретно о регуляции цен это была бы очень большая ошибка. Тогда нужно регулировать, за сколько произведено, за сколько продано и, в конце концов, какую зарплату платить покупателю. Это неправильный путь. Ну, а вы можете зрителям объяснить, почему все-таки за последние 2-3 года рост цен таков, каков есть, как мы его все замечаем? Что приводит? Рост цен зависит от многих факторов. Год назад мы говорили про цены на электричество. Сейчас они упали. Но сейчас везде зарплаты идут вверх. И в торговле, и в производстве. Цены производителей растут. Если мы посмотрим, к примеру, на цены масла, они растут. Но в начале года биржевая цена на это масло была 5,50 за килограмм. А сейчас 8 евро. С начала года до октября. И все это отражается в ценах. И Латвия не оторвана от Европы. Есть много позиций, где наши цены ниже. Но это очень специфические вещи, которые мы сами производим, делаем. Но в основном у нас большое влияние от остального мира. И еще последний вопрос. Наверное, все мы ожидали, придет Лидл. Вам покажут. Цены упадут. Но вот он пришел, что, собственно, ничего не случилось. Есть ли какие-то ожидания, что может еще кто-то прийти? Еще какой-то игрок. Ну, например, там, не знаю, там, польский, там, бедронка, жабка, там, кто там еще. Ну, после заявления Министерства экономики, что будут регулироваться цены и раздел расходов торговцев будет лимитирован, то не могу представить, какая бы сеть зашла в Латвию, если ей эти вложения не дадут вернуть. Мне звонили из эстонского телевидения и спрашивали, что у вас там происходит. Вы правда будете магазины закрывать? У вас там картель? Нет картеля у нас. Эта атмосфера нехороша, и она определенно не помогает бизнесу. Они создают бизнес-среду, которая непривлекательна. Латвия, конечно, нужен какой-то торговец. Наверное, он и придет. И придет в страны Балтии. Но если говорить о конкуренции, мы все время говорим, что у нас все магазины одинаковые. Ну, не одинаковые они. У нас есть дорогие магазины, есть средний уровень, где два больших. Lidl как бы позиционирует себя лидером низких цен. Но если мы посмотрим, как работает Lidl в Германии, так он конкурирует с очень большим числом магазинов низких цен. А вот у нас, в принципе, этой конкуренции в низкой категории нет. Вы замечали, что отличает латвийскую столицу, к примеру, от Рима? Отвечаю. В латвийской столице вы не найдете маленького несетевого магазина. Пропали все эти лавочки, где торгует сам владелец продуктами первой необходимости. У нас розничная торговля сконцентрирована в руках торговых сетей. Явных лидеров два. Это Рим и Латвия. Оборот в прошлом году 1 миллиард 76 миллионов евро и прибыль 26 миллионов. И Максима Латвия. Оборот 1 миллиард 73 миллиона и прибыль 56 миллионов. Годовой оборот третий. Недавно зашедший на рынок сети Lidl вдвое меньше 470 миллионов евро при убытках в 14 миллионов. Но знаете, что между ними общего? Они все иностранные. Скандинавская, литовская и немецкая сети. Для сравнения, оборот компании Vita Markets, это владелец местной латвийской торговой франшизы Elvi, 125 миллионов евро. То есть на порядок меньше. В законе о конкуренции прописан запрет на злоупотребление своим доминирующим положением на рынке. Это когда какой-то крупный игрок выкручивает руки своим поставщикам. Ну, например, без объективных причин отказывается от реализации, заставляет поставщика взять на себя дополнительные обязательства, навязывает несправедливую цену. Эти положения в силе уже с 2008 года и позволяют сурово наказать рублем тех, кто себя плохо ведет на рынке. Но только одна проблема с продовольствием. Сейчас ни один из участников рынка не достигает объема доминирующего положения. Они работают в своей части рынка. И когда зашел Lidl, эта часть рынка уменьшилась. Вместе с этим у Совета по конкуренции нет ни одного инструмента, как бороться со злонамеренным отношением к поставщику, а на самом деле – к конечному потребителю. Какой конкретно инструмент вам нужен? Возможность обращаться против тех, кто использует свою экономическую власть и назначает невыгодные условия для поставщиков и производителей. Речь идет о больших игроках, которые еще не достигают доминирующего положения. Экономист и исследовательница Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе знает о ценах на продукты все, следит за ними уже десятилетия. Вот ее экспертное мнение и о ценах, и о мерах их ограничения. Хорошо, что об этом вообще начали говорить. Рынок обычно расставляет вещи так, чтобы возник определенный баланс. Но исторически так сложилось, что торговцы у нас сильнее, чем производители. И во многих случаях они это используют злонамеренно. Производители в разговорах признаются, что им нужно или сдаваться, или его в этом магазине вообще не будет. Я вот смотрю, что, видимо, из-за изменения цены с супермаркетов пропали некоторые продукты, которые там до сих пор были. Видимо, не договорились об условиях и цене. Так я думаю. И очень хорошо, что кто-то это понял и пробует вмешаться. Конечно, нехорошо, что торговцы свою силу, которая у них действительно есть, используют не всегда честно. Мы и детей в детском саду учим, что старшие дети не должны обижать младших. Но здесь как-то нормы простой морали и этики не работают. Хорошо, что об этом говорю. Но думаю, что если мы силой закона определим, какой будет цена на полке, то для нашего экономического устройства эта мысль не была бы правильной. Для жителей Латвии цены высокие – это проблема. Но проблема еще и в другом. Если бы у нас в кошельке были 10 евро, а продукты стоили бы 2 евро, то ничего страшного купим. Но если продукт стоит 2 евро, а у нас в кошельке только 1 евро, вот в чем проблема. Если, например, посмотреть на Эстонию, то там цены еще больше. Их относительно дорогой магазин «Силвер» полон людей, все покупают. У нас у людей нет денег. И это основная проблема. Тут, когда этот вопрос подняли, представитель коалиции вышел и сказал, что очевидно, что в сети супермаркетов существуют картели. А для вас это очевидно? Вы с этим можете согласиться? Заявляют, что есть картель – это обвинение. И наказуемое. Это серьезное обвинение, а не просто мнение о грязных штанах. Я не могу с этим ни согласиться, ни опровергнуть, потому что я просто не знаю. Но я не думаю, что это так. Но то, чего нам определенно не хватает, так большей конкуренции среди торговых сетей. Это определенно пошло бы нам на пользу. Когда я еду в Литву или Эстонию, мне там трудно выбрать, какую именно сеть взять в список. А в Латвии мне не из чего выбирать. Просто нет четырех сетей, которые могу сравнить, потому что ассортимент продукции не могу одинаковый собрать. В Литве и Эстонии, зайдя в один магазин, я уже точно буду знать, какие цены будут в остальных. Они довольно одинаковы. У нас разброс цен больше. Когда пришел Лидл, цены сравнялись с Максимой и Риме, и нет такой большой разницы. Ну вот я про это тоже хотел спросить. Когда как раз-таки Лидл заходил, все эксперты, экономисты говорили, ну вот он, Лидл придет, и значит он будет сбивать цену остальным, и цены упадут. И мы помним эти банановые войны. Помните, там было пару дней, когда там по 19 центов продавали. Но сейчас все говорят, что на самом деле Лидл просто приравнял свои цены к тому, что в Максиме и в Риме. И не произошло вот этого волшебства конкуренции. Нет, Лидл оставил влияние. Иначе эти цены у нас пошли бы вверх еще больше. Он точно оставил. Но я вижу, что в Лидле не самые низкие цены в Латвии. Не так, что это самый дешевый магазин. Мы говорили с жителями, делали опрос, какой, по их мнению, магазин самый дешевый. Они не говорят, что это Лидл. Они называют другую сеть. В Лидле есть товар дешевле, но мы не можем сказать, что это с отрывом самый дешевый магазин. Если еще про конкуренцию говорить, ну вот мы ждали Лидл, он пришел. Наверное, ожиданий были больше, чем все случилось. Но в то же время у нас такая, в свое время была сеть призма, финская, по-моему, она ушла, тот же селлер был эстонский, он зашел и ушел. Почему новым игрокам так трудно зайти на этот рынок сейчас? Я не думаю, что это связано только с торговыми сетями. Если мы посмотрим, что говорят наши предприниматели, конфедерация работодателей и так далее, что у нас вообще неблагоприятная среда для бизнеса. Наши предприниматели регистрируют свои компании в соседних странах, а не у нас. И если для больших сетей где-то рядом легче, то зачем им идти к нам? Мы не очень большой рынок, мы не богатый рынок. И если условия для бизнеса не лучшие, то зачем приходить? И здесь министры экономики или земледелия должны, может быть, как-то специально уговорить и призывать еще какую-то сеть зайти на рынок. Потому что это та вещь, которая оставит самое большое влияние. И для нас, как покупателей, чтобы появилось еще одно место, куда пойти за покупками. И чтобы у производителей был бы кто-то еще, кто купил их продукцию. И все-таки был у меня еще один вопрос для министра экономики. Грех было не задать. Смотрите, в прошлом году, значит, правительство банки, так сказать, потрясло, вытрясло из них эту пошлину для защиты ипотечников. Сейчас, значит, взяли СИЗА торговцев, торговцев тоже как-то будете их трясти, чтобы они цены снижали. То есть трясти, я имею в виду, при помощи закона их мотивировать, скажем мягко. Все-таки вопрос о вмешательстве государства в бизнес. Он остается. Вы лезете в частный бизнес, и так латвийская экономика 30 лет не работала. Все-таки мы полагались на то, что есть спрос, есть предложение, есть рынок, и рынок себя регулирует. Ну, и за эти 30 лет мы можем посмотреть, где именно данные мы находимся, на каком уровне наша экономика, и как живет наши люди. И каждый может спросить, довольен ли он с этим, что он видит каждый день. У меня подход по-другому. Если я вижу, что банковская система очень хорошо зарабатывает, но не делает базовую функцию кредитирования экономики, тогда надо что-то делать по-другому. И окей, может быть, кому-то не нравится, но если у нас 10 лет назад был портфель кредитов 14 миллиардов, то же самое, что было в Эстонии и Литве. В Эстонии и Литве он уже очень близко 30 миллиардов. У нас за 10 лет он остался 14 миллиардов. Ничего не изменилось. А прибыль в таком же уровне, как в Литве и Эстонии у наших банков. Конечно, надо что-то менять. Надо делать давление. И я уверен, что с тем подходом, который мы на данный момент сделали, банки изменятся, а не начнет кредитирование экономики. И у них это, то, что мы взяли от них следующего года 90 миллионов, я им четко сказал, у вас есть шанс не платить эти деньги, вкладывайте их в экономики. Я думаю, самая большая часть банков это сделает. Я уже вижу, что они это делают. Они поняли, что не будет никакой с нашей стороны какой-то другой подход. Они это поняли. В магазине то же самое. Если мы видим эти цены, которые никак не можно логично рассказать, почему это так, мы понимаем, ну, били там разговоры, что там, вот энергоресурсы, там, то, то, то. Ну, я понимаю, но мы видим даты. Это все было. Всем упало. Мы видим производителей даты тоже. Вот, шли цены наверх, энергоресурсы упали, они свои продукты предлагают на данный момент дешевле для магазинов. А в магазинах цена осталась та же самая. Или даже идет еще наверх, последние даты это показывают. Даже еще идет наверх. Когда все остальное падает. И, ну, надо вмешиваться в это. И даже у нас есть две следствия о том, что мы видим, что там происходит. Конечно, надо вмешиваться. Надо делать, и мы видим, что другие страны тоже это делают. С банками то же самое. Мы ничего уникального не делаем. Нам все время говорят, что нельзя так делать, это неправильно, и так далее. Но я смотрю, другие европейские страны делают то же самое. Тоже борются о том, чтобы аккредитование шло, чтобы процентные ставки были нормальные. Это все происходит. Мы единственное, говорим о том, что вот есть свободный рынок. Конечно, есть свободный рынок. Мы тоже в рамках свободного рынка это делаем. но надо есть вот делать такое политическое давление. И мы пару недель разговариваем по этот вопрос. Я уже вижу, что магазин уже реагирует. Мы еще ничего не сделали, но они уже реагируют. Начинаются там новые акции, там скидки. Мы же тоже смотрим, что там происходит. Они уже реагируют, они понимают, что что-то не так. И с нашей стороны мы не будем останавливаться, пока реально не пойдет эти цены вниз. Ну и в завершении. Мне было 7 лет, когда Советский Союз развалился. Но я до сих пор помню, что все нужно было тогда доставать. От рулона, туалетной бумаги до копченой колбасы. Такой была советская торговля. И ее помню не только я. Ну как это было? Пустые полки, стояли в очереди, хватали все, что было. Надо и не надо. Дефицит это тогда, когда в магазине нет того, чего ты хочешь. Вот тебе надо что-то колбасу, я помню. Нужно было хорошую колбасу, но ее нет. Надо было зайти куда-то с кем-то поговорить. Тебе оставляли там палочку колбасы хорошей. Или что-нибудь из товаров вот таких из одежды, как у меня там брючки какие-нибудь, шапочку может быть. Вот это был дефицит. Когда нужно было куда-то заходить и с кем-то договариваться, может быть, да не может быть, а где-то что-то доплатить. И тогда тебе оставляли что-то такое, что ты хочешь, а его нет. О, джинсы искал. Вот расскажите. Не искал, а докладывали, что в детском мире будет их и джинсы. Прогуливал школу, мама была в курсе. Стоял в очереди с самого раннего утра. Купил кубик-рубик. Там же джинсы кончились. Ну, доставали, конечно, доставали. Интересные такие вещи были, когда я маленькая совсем была. Цены были низкие. Естественно, люди покупали много, потому что на каждого человека, ну, брали много все-таки в запас люди. И вот было, что маленьких детей брали с собой в очередь. Стоишь, и вот мама подходит, продавец говорит, вот мой ребенок, вот мой ребенок. Мне на этого, на этого. вы с колясочками стояли и все. Как было, так было. Но главное, чтобы не повторилось. Это программа Кейс. Меня зовут Алексей Дунда. За каждый лайк этому видео отдельная благодарность. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok